Всем привет! Я Аня. А я Ксюха. И ты на Дабл Бабл. И сегодня мы будем скупать всё. Но только для школы и универа. И кому что достанется. А давай скинемся, кто проигрывает, тому достается школа. Давай. Раз, два, три. Ну так не честно. Да, я собираюсь в институт. Ну нет, ну нет, опять эту школьную форму покупать. Я только от этого ушла. Так, девчонки, вот ваша безлимитная карта. Можете покупать абсолютно всё, но главное, чтобы это подходило к школе и универу. Ну и какое задание будет первым? Как и в любом скупаем всё челлендж, ваше первое задание будет позавтракать. Но только одна из вас ищет завтрак для института, а другая для школы. Девчонки, что стоите? Челлендж же начался. Институтский завтрак. Что это может быть? Я уже совсем забыла, как это. Но обычно студенты, они едят на ходу. Очень быстро что-то хватает, первое, что попадется на глаза. Ну, думаю, это моя задача на сегодня. Иду искать скорее, быстрее, чем Ксюша. В школе обычно супер странные и невкусные завтраки. И найти нечто подобное на фудкорте будет крайне сложно. Ммм, но я всё равно постараюсь. Сабвей? Ммм, слишком круто для школы. Обычно в школах бутерброд это кусок хлеба и один кусок колбасы. Это нам не подходит. Для меня самое главное ещё и поесть быстро, ведь студенты всё время опаздывают. Что-то на ходу схватило и довольна. Короче, первое, что я вижу, это вот такая пицца. Достаточно быстро она уже готовая. В соседней палатке я вижу макарошки. О, как же мне их хочется. Но дело в том, что здесь очередь. Им макароны придётся долго ждать. А это меня вообще не устраивает. Короче, выбор очевиден. Пицца. Каждый кусочек стоит достаточно дорого. Что для студентов, конечно, накладно. Но ладно, возьму самую дешёвую. Мой кусочек пиццы есть. Конечно, я очень хотела себе ещё горячую капучинку. Но у студентов обычно ограниченный бюджет, поэтому довольствуюсь только кусочком пиццы. Интересно, Аксюха уже взяла себе что-то поесть или я справилась с этим заданием первое? Но, кстати, как раз-таки из-за того, что в столовой обеды и завтраки не особо вкусные, большинство ребят ходят в буфеты, покупают себе всякие сосиски в тесте, что-то такое. Вот, я надеюсь найти нечто подобное. Я решила попытать удачу и заказать еду в крошке картошки, потому что мне кажется, что здесь еда максимально приближённая к тому, что дают в школьной столовой. Можно, пожалуйста, борщ? Сметаны? Да. Борщ и сметаны. Морс и бутерброд с сучиной. Сэндвич Классик. Всё. Я как самый порядочный школьник с подносиком. Офигеть, Ксюша, как много у тебя еды. Да, но зато по твоей коробке сразу понятно, что внутри. На самом деле у меня очень ограниченный бюджет, потому что все студенты обычно экономят. Меня хватило только на один кусочек самой дешёвой пиццы. Я даже кофеёчек не взяла, потому что я экономлю. Ань, я тебе напоминаю, что скупаю всё челлендж, ты могла взять всё, что угодно. То есть ты не бедный студент. Ха-ха, тупица. Я вообще-то вживалась в роль. Так что вот, мой кусочек пиццы, которым я наемся. На неделю вперёд. Возможно. Очень даже вкусный. Но зато в каждой школьной столовой давали борщ. Не всегда со сметаной, но так как это скупаю всё, я решила шикануть. Он, кстати, очень горячий. Я его боюсь на самом деле открывать. А, ай-яй-яй. Он реально, он очень горячий. Ай-яй-яй, подожди, это реально больно. Офигеть, ещё и борщ, ещё и горячий. Вообще-то в столовках не давали горячий борщ. В моей столовке давали. Но правда, на вкус и цвет он был такой себе. Так, ну что. Опа, раз. Добро пожаловать в фудблок. Эть, эть, всё. Так, так как мы тоже жадные, мы всё до последних каплей вышкухлюбываем. Ммм, ну вот это настоящий, нормальный, вкусный борщ. Ну-ка, что, что тут есть? О, ребят, знаете, вот самое большое отличие вот этого борща от борща в школьной столовой. Здесь есть мясо, чуваки. Тут есть мясо, нормальные куски мяса. Горячая собака. Ммм, но зато очень вкусный. Кстати, я сейчас словила флешбек, потому что у меня в институте тоже была вот эта закусочная с бара. И прям вот там вот мы тоже покупали такие же кусочки пиццы. Самые дешёвые, кстати. Это настоящие студенты. Я экономить, в отличие от Ани, не стала и взяла себе самый настоящий. Я думаю, что тоже похожий на школьный компот. Ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой. Это очень похоже на то, что давали в школе. Вот если глаза закрыть, это прям оно. Это прям, блин, это тот самый компот. Ааа, жесть. Это так странно. А что, у тебя в школе тоже давали вот такие навороченные сэндвичи? Нет, это уже мои игры разума. Я решила тоже немножко схитрить. Так как нигде не продаётся обычный кусок хлеба с кусочком колбаски. Собственно, что мы будем делать? Это мы будем делать очень плохо, если честно. Мы, значит, вот так вот вытаскиваем всё. Вот так вот, оба. Да, что-то слишком навороченный сэндвич для школы. Да, я-то согласна. Это только, наверное, в лухаре школа. Там ещё и огурчики. Вообще-то, глядь. О, ещё и салат. Да, но моя задача, знаете, что сделать? Вот так вот это всё. Это всё очень лишнее. Этого в школах нет. Ань, помоги. Придержи колбасоньку. Держу, оба. Всё. И мне кажется, даже его можно на половинке разрезать, потому что он слишком большой для школы. Да-да-да, так и есть. Делай половинку. Ааа. Режь пальцем. Приятно познакомиться в настоящей школьной бутербродаже 2. Кто будет? Я. Кто бы сомневался. Это я тоже съем. Кто бы сомневался. Ладно. Не, ну это вкусно. Это всегда. В школе вот это самое вкусное. С ветеркой. Роскошно, я считаю. Девчонки, считай, что с первым заданием вы справились обе. А какое будет второе? А второе задание будет самое главное. Вам нужно подобрать образы, в которых вы пойдете на первое сентября в школу и универ. Белый верх, чёрный низ. Самое красивое, что есть в гардеробе. Погнали. Блин, насколько я это ненавижу. Мне придется подбирать всё в деловом стиле. Вот это все рубашки, юбки, пиджаки. Фу, нет. А я зато могу взять всё, что хочу. Чем моднее, тем лучше. Ладно, школьный стиль. Для белый верх, чёрный низ. Вроде всё просто. Но и то, для школы не все вещи могут подойти. Видите ли, это не официальный стиль. Это не рубашка, где юбка. На фу. В институт на первое сентября обычно собираются особенно тщательно, чтобы удивить всех своих одногруппников. Например, я возьму себе вот первое, что я увидела. Это вот такое красивое зелёное платье. Зелёное сейчас, это прям вообще писк моды. Поэтому я, пожалуй, его померю. Ну и ж, такое мягенькое. Класс. В общем, я смогла найти что-то подобное, похоже на официальный стиль, потому что на манекене это выглядело, ну, как-то очень даже. Я смотрю, ну, она в чёрном топе. Это боди. Я никогда в жизни не ношу боди. Ну, ладно, ну окей. Типа, оно заправлено, как бы, ладно, не будем. В общем, образ состоит из боди, кожаных штанов и кожаный пиджак, где-то тоже здесь должен висеть. Я не знаю, что сказать, это очень странно. Образ номер два должен быть какой-нибудь экстравагантный. Я уже вижу очень красивую юбочку в стиле Шанель. Посмотрите, вот у неё какие гусиные лапки. Давайте её возьмём. И наверх нужно тоже что-то найти. Давайте это будет, например, белая мягонькая кофточка. Вот как она выглядит. Кстати, на это первое сентября вроде дождик обещали, так что шерсть как раз подойдёт. Я честно не думала, что когда-либо к этому вернусь. Чёрная юбка, боже мой. А, вот как? Это я буду похожа на учительницу математики, которая такая, убери телефон и назови мне теорему Пифагора. Ладно, но сам факт того, что к этой юбке нужен белый верх, какая-нибудь белая рубашка, которую я пока не вижу. Есть белая рубашка, но она с какими-то цветами. Но это в школу надевать нельзя. Поэтому мы сейчас будем как-то выкручиваться. Ну, в принципе, вот это должно подойти. Я думаю... Не, ну вроде как-то образы получаются, только вот эта чёрная нитка, конечно, всё портит. И ещё один третий образ. Сейчас я что-нибудь таймила. А вот с третьим образом я что-то вообще не знаю. Что это должно быть? Может быть, какое-то платье с пальто, хотя платье я уже брала. Ну, может быть, какие-то брюки. Посмотрим, что здесь есть. О, отлично! Я вижу голубые джинсы, идеально голубого цвета и рубашку в полоску. Вот, смотрите, эти джинсы и эта рубашка. Вообще будет выглядеть вместе просто шикарно. Ещё возьму к этому какой-нибудь рюкзачок. Вот, например, вот такой. И вообще образ будет готов. Шикарно! Я уже всё укомплектовалась полностью. Иду в примерочную смотреть, какой из образов будет самый лучший. Я думаю, что третий образ должен быть такой более на каждый день. Какой-нибудь там, не знаю, свитеро. Свитер, точно. Свитер! Как же я могла забыть про свитер! Либо чёрный, либо белый свитер. Мне кажется, осенью тем более. Вот, ой. Вот, свитер я буду. Свитер мне надо. Опа! Я нашла белый свитер. Он, правда, немножко такой укороченный. Но мне пойдёт с чёрными джинсами как раз-таки. Это, мне кажется, классика для школы. Идеально. Идеально, я считаю. Всё, получается, этот я меряю с этими джинсами. Потому что всегда все в школу ходят. Всех чёрных джинсах, в которых они гуляли летом. И всё, три образа, получается, готовы. И бежим в примерочную. Ну что, смотрим первый образ. И я тоже меряю первый образ. Ну как вам мой первый образ? По-моему, я выгляжу просто шикарно. Максимально по-взрослому после школы. Смотрите на это шикарное платьишко. Как оно вообще развивается. И ткань, она просто шикарная. Ань, ты меня сейчас увидишь, ты будешь ржать. Ну, что поделать. Я собираюсь в институт, а ты, Ксюш, в школу. Ну как вам мой первый образ? Пишите в комментариях. А пока смотрим, что же там выбрала себе Ксюша. Сейчас. Это что такое? Я вот сейчас... Нет, я просто сейчас вхожу в роль учительницы, которая такая подходит. Это что такое? Потому что мне, честно, кажется, что я больше похожа на учительницу. Я живу на ученицу. Но, слушай, я не хочу этого признавать, но мне, походу, нравится. Таня, что ты об этом думаешь? Это очень смешно. Какая жабо у нее, вы посмотрите. Жабо, какой жабо? Сама ты жабой. Это воротники. Это одноплечники. Рукав называется фонарик. А ну тишину в класс. Нет, все, я не могу. Давайте мерить второй образ, пожалуйста. Да, судьи. Ну, как вам мой образ? По-моему, он выглядит просто сногсшибательно. Эта юбочка, она такая тепленькая. Если будет реально дождь 1 сентября, я точно не замерзну. Свитер. Очень-очень мягенький и уютный. А, я прям хочу этот образ. По-моему, он лучше всех. Хотя мы еще мой третий не посмотрели, но все же. Как вам, как вам? Ну, настоящая студентка. У меня еще такие учебнички бы в руки и мечтательное лицо. Где моя аудитория, не подскажете? Ладно, третий образ скоро будет. Я не знаю, как вести себя в этом образе. Я, мне кажется, я могу с собой гордиться, потому что я застегнула ремень на последнюю дыреньку, а штаны все равно спадают. Вот, очень жарко, кстати. Вот в этом очень жарко. Кожаная леди. Ну, а реально, ну, а вот как? Как они себя ведут? Так? Так? Ты какая-то прям 12-классница. Ну, я по сути, ну, если бы, если так считать, то я сейчас в 13-й иду. Похоже, я на 13-класснице, да. А, ну, кстати, вот если смотреть вот так вот, мне более-менее не нравится. Вот не уезжай с этого. Думай номер два. Давайте смотреть третий образ. Самый повседневный, на каждый день самый теплый со свитера. Ну, а это уже повседневный образ. Как бы беспрекрас. Но все равно это очень модная тема. Вот такие светлого цвета джинсики, безразмерные практически. Вот такая рубашка в полоску. Очень ядреная полоска. Ну, и косуха, конечно же. Это мне надо. А еще посвечен. Я это хочу. Вот косуху особенно. Школьники, к сожалению, косух не носят. Ну что, какой образ был самым лучшим? Пишите в комментах. Ну, это уже по моей части. Я вот так, кстати, реально ходила в 11-й класс. Джинсы, свитер, все. Ничего больше для счастья не нужно. Но при этом он, кстати, немного укороченный. Я взяла большой размер. Вот, а он даже... Для меня большой размер это вот здесь вот заканчивается. Вот. Ну, он, кстати, он с небольшим начосиком. У него классные объемные рукава. Мне кажется, для школы прям вообще идеально. Так что, такие дела. Как Аня сказала, пишите в комментариях, какой образ вам понравился больше. А Саша пусть сейчас нам придумает следующее задание. А самое главное, чтобы Саша все вот это вот оплатил. Девчонки, вы большие молодцы, несмотря на то, что уже потратили кучу моих денег. Саша, ты сам нам устроил, скупай все. Так, давай, какое задание следующее? Мы уже во вкус, давай, входим, входим. Вам нужно сделать мейк для школы и универа. О, я сейчас накрашусь и буду самое-самое. Макияж, школа... Как? Блин, в школе же запрещен макияж. Но, во всяком случае, нам всегда запрещали. Максимум, что делали наши девочки, это чуть-чуть подводили глаза, нижний и верхний век, все. И то их ругали. А у меня стрелки на глазах. Саш, можно я стрелки оставлю? А, то есть ты хочешь сказать, что тебе для школьного макияжа нужно наоборот будет макияж свой убрать? Да, и максимум какая-нибудь гигиеничка и все. Нет, пожалуйста, только не стрелки. Я говорила, что я без стрелок, как без глаз. Это что такое? Я же буду как... Блин, не будет видно глаз. Для макияжа первое, что мне понадобится, это какие-нибудь тени. Светлые и потемнее. Вот я уже одну палетку нашла. Смотрите, на нее как раз скидки. Вот светлый цвет и возьму либо... Нет, зеленый не буду. Вот, шоколадный. Густые ресницы у меня уже есть накрашенные. Нужен какой-нибудь яркий блеск для губ. Ну, не яркий, хотя бы розовый. Так, посмотрим, что тут у нас есть. Вот, экстремально глянцевый блеск для губ. То, что нужно. Вот он как выглядит. Вот такой ярко-розовый я и возьму. Думаю, для завершения образа я еще найду какую-нибудь классную матирующую пудру. И все, мой образ будет готов. Блин, как можно так обломаться? Я на челлендже скупаю все, не могу купить косметику. И придется стирать стрелки, это самое страшное. Ладно, ну для того, чтобы снять стрелки, мне нужны вот такие замечательные салфетки с мицеллярной водой, которые передостаются очень тяжело. Ну и чтобы себя как-то утешить, я возьму бальзам для губ. Вот это удача! Я вообще денег не потрачу. Единственное, что может позволить себе обычная школьница, это обыкновенное масло для губ с запахом клубники. Черт, я не могу. Я сказала, что я вошла во вкус, да? Я вышла из него. Ты пахнешь клубникой. Итак, первое, что я буду делать, это вот такими темными тенями уголки глаз. Как их открыть? Ну что, настало время сделать классный мейк для универа. Темные уголки глаз есть. Осталось сделать светлую серединку, которая будет двигаться к носу. Ну как? По-моему, получилось очень даже симпатично. А главное, что подойдет ко всем тем образом, что я только что себе купила. Ну и финальный штрих, конечно же, блеск для губ. Самый глянцевый, который я нашла. Все новое всегда сложно открывается. Какая щеточка классная. Так, так, так. Он цветной. Она со стрелками. С макияжем. И с очень блестящими губами. Мой университетский мейк готов. Оцените в комментариях. Настало мое время бьюти-рутины классического школьника, что подразумевает под собой полное отсутствие макияжа. Что, реально сейчас в школах не разрешают краситься? Ну, далеко не во всех, мне кажется. Не знаю, когда я учился, девчонки так красились, что похожи были на кошмар. Ну, нет, я первый раз, я помню, накрасилась в школе, как я и сказала. Это вот я подвела черным карандашом, прям вот послизистый. Это называется Skyal. И я думала, что это красиво. Но это, правда, было красиво первые пять минут, потом, когда день проходит, у тебя просто глаза, как у панды. Так, значит, мы достаем салфетоньку. Я не хочу, мне оставшийся весь день без стрелок ходить. Но все равно, кстати, в 11 классе я красила эти стрелки. Они, конечно, не такие длинные были, но они были. И это было прекрасно. Представим, что ты идешь в пятый класс. Либо стирать стрелки, либо Аня выиграла. Красимся в телефон, как в сешку. Я не хочу. Зачем я их сегодня утром рисовала? Зачем? Так, мы открываем камеру на телефоне. И... Так тебе же смывать какая разница? Шик-шик-шик-шик-шик. Нет, смывать тоже надо аккуратно. Вот если шик-шик-шик. У меня, знаешь, у меня будет, короче, маска такая черная. Понял. Вот. Ну, ладно, погнали. Сейчас, ну, давайте начнем вот с этого, с того, что потекло. Они не стираются. У нас новая проблема. Мои стрелки не стираются. Чтобы вы понимали, у меня уже болит глаз. Я его очень сильно натерла. Это больно, реально. Это больно. Он сжется. Ага, вот что значит смывать стрелки с меня. Я начинаю растворяться. Ну что? Похоже я на школьницу. Единственное, чем я могу накраситься, это бесцветное масло для губ со вкусом клубники. Тут я даже зеркала не надо. Но все равно, кстати, на холодное время года масло вещь хорошая. Если учесть, что сейчас на улице 32 градуса, то я бы не сказал, что время года холодное. Так, к первому сентября станет холодно, что-то там 17 градусов. А первое сентября всегда холодное, кстати. Да, и всегда почему-то дождь идет. Мелкий вот такой противный. Потому что много детей грустит в этот день. И это не мы. Я грущу сейчас за вас всех. Кстати, напишите в комментариях, любите ли вы первое сентября. И если да, то подписывайтесь на канал. Welcome. Потому что тут я крашусь на первое сентября. Смотрите, смотрите, смотрите. У меня вот еще два этих бантика такие белые. Все о школьнице. Следующим вашим заданием будет отправиться в супермаркет. И купить себе там 5 съедобных вещей. И 5 вещей для школы. Кстати, девчонки, маленькое изменение. Это задание на скорость. Поэтому кто будет быстрее, тот получит дополнительный балл. Возможно, выиграет. Так как сейчас приближается уже школьный сезон, все магазины активно к этому готовятся. Поэтому здесь тетрадки уже есть. Далеко идти не надо. А еще пылесосы, всякие шумные вещи появляются в тот момент, когда мы начинаем снимать. Это факт. И это всегда очень мешает. Кто-то всегда начинает сверлить, кто-то начинает плакать, кричать, очень громко говорить. В общем, тетрадки-день. На самом деле, только что мне эту тетрадку показал Саша. Но как только я ее увидела, это все. Я должна ее взять. Вы что? Это же я. Это же я. Вот, 24 листа в линейку. А, это подписать. Я забыла, как работают тетради в школе. Ладно, тетрадь в клетку. Для математики вроде бы все. И, получается, сейчас мы идем за ручкой какой-нибудь, карандашиком, маркером. Что-нибудь красивое тоже классное взять. А главное сделать это быстро, чтобы обогнать Аню. Первое, что я возьму в институт, это, конечно же, какой-нибудь блокнот. Обычно тетрадки в институте не нужны. Ну, максимум, какой-нибудь маленький, небольшой блокнотик. Вот я нашла, например, с прикольным котиком. Одна тетрадка на весь семестр. То, что нужно. Я возьму самый большой набор фломастеров. Какой-то из этих. В школе выпендриться перед одноклассниками самое то. Еще мне нужна одна синяя ручка. Эээ, лучше две. Если первую, я потеряю. Их тут, кстати, огромное множество. Возьму две, ни в чем не буду себе отказывать. Пеналы здесь, конечно, так себе. А это что? Смотрите, смотри. Это пенал с таблицей умножения. Вот, если бы у меня был такой в третьем классе, мне кажется, что вообще-то? Это, по сути, еще можно как линейку использовать. Слушай, я и до сих пор путаю таблицу умножения, поэтому возьми мне еще один. Хорошо, возьму обязательно, специально для Саши. Это, получается, третья вещь несъедобная. Нужно взять что еще? Рюкзак. А что еще надо? А что еще надо, в общем-то? Еще для института мне нужно три вещи. Например, одну из них, это я возьму папку, чтобы было где все это носить. Тетрадку и две ручки. Самую такую, которая больше всего похожа на... О, с Бэтменом. Похожа на сумочку. Все. Беру. Самая главная вещь в школе, это рюкзак. И чем круче у тебя рюкзак, тем круче ты становился в классе, соответственно. И вот сейчас нужно не прогадать с выбором. Этот котик пушистый. Пушистый котик. А еще здесь вот такая вот вещь, она пересыпается. Это можно жмать. Это ты будешь жмать. Ну-ка, примерь. Слушай, не, ну идет. Куда он идет? За тобой он идет. Потому что ты мне его закупаешь. И мне осталась еще одна вещь, какая-нибудь, я не знаю, очень рандомная. Потому что нужно действовать быстро. Реально, я бы на твоем месте торопился, потому что Аня все делает всегда очень быстро. Окей, хорошо. Краски. Я закончила с несведомыми вещами, мы идем в продуктовый. Ну и последнее, что я возьму для института, это листы А4, чтобы распечатывать все рефераты. Обычно в институте ты печатаешь, ну, практически все. Весь материал, который тебе дает педагог, он будет в распечатанном виде. Вот именно такая бумага мне и нужна. Кстати, такого объемчика вполне себе хватит. С первой частью задания я справилась. Идем выполнять вторую. Лично мне, когда я завтракала с утра перед школой, мама частенько давала вот одну такую маленькую шоколадочку киндера, чтобы типа начать день там с чего-то хорошего там и так далее. Поэтому я думаю, что для такого приятного дополнения к завтраку можно взять вот это вот. Это Саша будет. Самое главное для студента это быть запасливым. Поэтому первое, что я возьму, вот я тут где-то видела, это говядина тушеная, настоящая тушеночка на черный день. А вот такие крекеры у нас продавались в буфете, и мы их часто покупали как перекус. Маленьких еще тогда не было, и был обычный сырный, которого не... А, вот он. Это я даже возьму себе, и это я съем по-настоящему. Это потому что я очень люблю, очень буду, и это мне очень надо. Тушеночку мы будем кушать с макарончиками. Они, во-первых, дешевле, а во-вторых, сытнее. Вот тут какие-нибудь твердых сортов, чтобы не испортить фигуру. Ну, давайте, допустим, лапшичку вот такую возьмем. Ну, и мне кажется, всем говорили в детстве о том, что самый лучший завтрак на свете это каша. Типа, чем больше будешь есть кашу, тем сильнее будешь. Саша говорит, что он много ел каши. Ну, а так лучше, слушайте, ну, Саша меня поднять может, поэтому, мне кажется, он не врал. В общем, на завтрак мы берем кашу. Получается, к дополнению к завтраку у нас шоколадочка. Нужно взять что-нибудь попить и кое-что еще. Я даже знаю, что мы возьмем попить. Это то, что я очень любила пить в младшей школе. Ага, вот, далеко не надо уходить. Сразу возьму себе готовый супчик. Ну, например, борщичок. Его я просто обожаю, как и все студенты. Как я и сказала, я кое-что очень любила пить в детстве. У меня папа очень часто покупал. И это молочный коктейль чудо, клубничный. Но маленьких здесь нет, поэтому это повод взять большой. К тому же, как бы оплачивает-то все Саша. И у нас осталось с вами чуть-чуть времени. И мы возьмем с вами кое-что очень вкусное. Три вкусняшки уже есть. Это то, что я буду пушить на горячее. Ну, поехали в сладкое. Сладкое, кажется, здесь. Моя любимая. Берем супер большую коробку чукупай по акции. Вот новый вкус с манго. Так, это мятый какой-то. Такого я еще не пробовала. Ну и, конечно же, как же школьная жизнь без чего-то вредного. Давайте будем честны. Кто из нас не выходил из школы после последнего урока и не шел в тот самый ларечек, где, соответственно, покупали сухарики? Какой бы взять? Всегда очень сложный вопрос. Я возьму вот эти. Маленькую, потому что школьникам на маленькие всегда хватает. Но я возьму много, потому что оплачивает Саша. И бежим с вами на кассу. А к чаю еще я возьму шоколадочку. Самую большую, которую найду. А вот она как раз. Милка. С орешками. Ну вот, ни одной водички не взяла. Ай, ладно, из-под крана попью. Ничего страшного. Студент, да все, ни по чем. Короче, я все купила. Ксюша! И бегу на кассу. Быстрее, чем Ксюша должна бежать. Итак, настало время перекуса. У меня, как и у любого студента, все самое неподходящее. То есть, то, что вообще совершенно не сваривается друг с другом. Боюсь за свой желудок. Это страшно. Он холодный. Студенты так и едят. Холодный борщик. Ну-ка посмотрим. Подожди, он сейчас капнет. Давай, его надо аккуратно. На Сашу, да-да-да. Не надо на меня. Ладно, я осторожно. Мама дорогая. Не выглядит, как борщ. Он вообще какой-то кошмарный. Выглядит, как солянка. Потому что и пахнет скверно. Ладно, я чуть-чуть. Аня, что значит чуть-чуть? Студенты едят до конца, еще и миску вылизывают. Ладно, я сегодня уже поела пиццу. Можно считать, что наелась. Так что это я просто попробую на зубок. Нет, не то. Спасибо, кушайте сами. Саша съест. Ладно, у меня, так скажем, я не знаю, на первое, на второе, на третье и четвертое. Это печеньки, которые я очень часто ела. Вообще, мне кажется, с первого по четвертый класс. Постоянно у кого-то они были. И все вот, знаете, вот кто-то вкусняшку притащил, и весь класс к нему. И вот так вот у нас было с этими печеньками. А сколько у вас было человек в классе? Просто есть тут 30 штук, то каждый по одной взял, и нет печеньков. Мое лицо, когда кто-то ест из моей тарелки. А вкусно. Да? Да. Ладно, все равно ты оплачивалась. Сейчас, я вот мне интересно, я очень давно их не ела. Вот знаешь, вот ты словилась у нее флешбек? Я уже ломила. Оно. Оно. Ням-немка. Вау. Это тот самый вкус. Боже мой. Они не поменяли ничего. А вот стабильность и постоянство, это самый лучший признак качества. Все как на нашем канале, стабильно, постоянно есть видосы. Да, поэтому надо стабильно на него прямо сейчас нажать и подписаться. Ладно, перестань делать такое лицо, как будто тебе очень вкусно. Я тоже хочу, чтобы мне было вкусно. Поэтому я попробую. Вот это чокупай с манго. А у студентов хватает деньги на такой чокупай? Ну знаешь ли, сегодня у меня скупай и все, поэтому у меня на все денег хватило. Точнее у Саши. Она просто решила за завтрак это оттянуться. Да. Отличный десерт. Слушайте, и манго так много. Я вообще чокупайки обожаю. У них такое вкусное вот это вот маршмеллоу посерединке, а здесь оно со вкусом манго. Это пробовала их греть? Нет. Нет? Это вообще... Пробовала ты их греть. Когда? В лайфхаке мы снимали, а ты пробовала. И я пробовала. Очень вкусно. Мне нравится вот нагретый. Просто мы уже столько видео сняли, что они не помнят, не помнят, что мы пробовали, что нет. Это тоже будет воспоминание из юности. Но нет, тормози. Смотри, у меня сейчас молодость идет, да? Я могу уже говорить, что я что-то из детства? Конечно. Ну вот. Значит, вкус из детства вот у меня вот это. Клубниковый? Он еще холодный. Боже мой, не все. Я сейчас вот эту банку выпью просто за раз. Оно такое вкусное. Воспоминание. Это прекрасно. Это то, ради чего... Вот воспоминание, это то, ради чего стоит жить. Вот вы когда-нибудь задумывались, ради чего стоит жить? Вот папа мне всегда говорил, типа, жить надо так, чтобы было что вспомнить. Иногда это... И ты вспомнила. Чудо. Клубничное. Иногда это, конечно, звучит как оправдание к своему какому-то проколу. Типа, будет что вспомнить. Девчонки, следующее задание будет купить пять игрушек. Пять игрушек, чтобы удивить одноклассников. Легко. Пять игрушек, чтобы удивить студентов? Очень сложно. Я очень часто видела такие штуки в интернете и нигде не могла их найти. Это капсулы Гарри Поттера, где тебе, короче, три подсказки, и ты должен угадать, что это за персонаж. Короче, там куколка маленькая с каким-то героем из фильма. Я безумно это хочу, потому что в интернете их практически невозможно заказать, а тут они есть. И это точно произведет впечатление на одноклассников. Раз, есть. Как удивить своих одногруппников? У меня, конечно, есть одна идея. Пойдемте на второй этаж проверим, есть там кое-что или нет. Это гигантский лего-мир. Но здесь мне нужна определенная штука. Для меня самый крутой лего это серия с Гарри Поттером. Я очень надеюсь, что она где-нибудь здесь есть. Гарри Поттера, к сожалению, я пока не вижу, но зато нашла целую линейку. Тарворс. Это очень сложный конструктор, который будет невероятно долго и сложно собирать. Думаю, если у меня дома будет стоять вот такая моделька корабля из Старворс, все мои одногруппники будут в шоке. Меч из Майнкрафта. Камон. Какой школьник не любит Майнкрафт? Он даже, по-моему, светится. Наверное. Даже если он светится, будет в 3, в 5, в 10 раз круче. Ладно, это окей. Это два. Нужно еще найти что-то, ну, очень-очень крутое. Конечно, удивить взрослых подростков, это вообще практически нереальная задача. Тем более игрушками. Ладно, давайте еще посмотрим. Я тут спустилась на первый этаж. Может быть, что-то из супергероев. Вот то, что нужно, игрушки поп, точнее не игрушки, а фигурки. Тут есть ведьмак, тут есть и супергерои, даже вот этот вот чувак, Дэдпул. Я, пожалуй, возьму ведьмака, потому что сериал с ним мне очень зашел. Кстати, есть классная игра. Точно, в нее вообще все играют. А вот такому набору, мне кажется, даже я бы позавидовала. Это набор игрушек персонажей из игры Among Us. Кстати, мы с Сашей очень много в эту игру играли, и я всегда на своего персонажа надевала вот эту яишенку. Вот поэтому мы точно берем. В классе, мне кажется, одноклассники очень захотят поиграть. Вот это да, что я здесь сейчас нашла, смотрите. Это настоящие, не ростовые, а просто большие куклы Гарри Поттер. Смотрите, Поттер вот такой мантии. И еще есть Северстейп. И вообще все взрослые ребята обожают. И, конечно, Волан-де-Мор и Гарри Поттер. Возьму вот этого чувака, и все обзавидуются. Если бы вот такая вещь была, когда я была ориентировочно в шестом классе, блин, мне кажется, я бы, блин, все сделала. Это просто... Что это? Это набор для создания слаймов. Коробка офигенно красивая. Очень крутая. Офигеть. Тут, смотри, тут наполнители. Как сейчас помню, это фишболы называются. Офигеть, это мы берем. Это я себе оставлю даже, никому не дам. Так, и осталась нам последняя какая-нибудь вещь. А можно я возьму что-нибудь странное? Вот чтобы понравилось это мне. Потому что когда игрушка нравится тебе, она нравится всем. И я возьму что-нибудь очень странное. Думаю, от такого не откажется ни один взрослый пацан. Модельки самых классных машин мира. Конечно же, я возьму, например, вот этот желтенький Мерседес. Он очень, конечно, красивый. Вот он, а вот я. Мы отлично смотримся вместе. Планы меняются. Хотя я не отрицаю, что эта вещь очень-очень странная. Но, камон, кого вот это вот сейчас не впечатлит? Я вчера была на концерте, человек вот с таким чуваком на концерт пришел. И скажу так, впечатлило это всех. Хаги-ваги. Ты прикинь, в школу с таким прийти? Это очень круто. Это же он ростом, ну, ориентировочно, с первоклассик точно. Это же все, просто все. Это пятая игрушка. Класс, я справилась? У меня получилось. Я назову его Агузок. И еще одна последняя игрушка, которая должна удивить подростка. А что это может быть? Что мне взять? Мамочки, я не могу проиграть Ксюше. О, точно. Если вдруг мы соберемся в аквапарк, нам нужна будет надувашка для фотосессии. Например, вот такой розовый фламинго. На фоне голубой водички он будет особенно выгодно смотреться. Красивые фотки получатся. Все мои покупочки уже ждут меня на кассе. Интересно, а Ксюша справилась или нет? Мне что-то подсказывает, что я справилась с заданием первого. Ксюша, Ксюша, я все, я все, я все сделала. Я здесь уже минут 10 сижу. Что? Ага. Ты что, быстрее меня все купила? Ага. Аня, удивить школьников легче, чем удивить студентов. Это понятно, что легче. Ну я так старалась, я вообще все выбрала, там такие вещи классные. Но это не от меня этого факта, что я справилась первая. Ну что, ребята, как вам сегодняшнее видео, понравилось или нет? Как проходит ваша подготовка к школе? Скорее пишите в комментариях. А еще не забывайте подписываться на наш канал. И на все наши соцсети. Всех обнимаем и любим. Вау, в нос прям. Это объектив в тональнике. Ставь лайк и подпишись на наш канал.